Добрый вечер! В эфире телеканал Аист, программа «Время вопросов». В студии для вас работает Юлия Кожевникова. И, как обычно, каждую среду в 18.55 мы обсуждаем самые актуальные темы, которые волнуют общество. Принять одно из самых важных в жизни решений предстоит всем абитуриентам Иркутской области. Приемные комиссии в университетах уже начали свою работу. Сегодня мы поговорим о поступлении в ВУЗ, как определиться с выбором будущей профессии. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию по номеру телефона 50 50 20, код города Иркутска 39 52. А также проголосовать в нашем интерактиве, ответив на вопрос, что для вас является определяющим в выборе университета. У вас есть три варианта для ответа. Первый – репутация учебного заведения, высокое качество образования. Второй – высокий процент трудоустройства после окончания ВУЗа или стоимость обучения. Я готова представить сегодняшних гостей в нашей студии. Это проректор по воспитательной работе и молодежной политике Иргупс Артем Сергеевич Миронов. Добрый вечер, Артем Сергеевич. Здравствуйте. Ректор Иркутского государственного университета путей сообщения Юрий Анатольевич Трофимов. Добрый вечер, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. И ответственный секретарь приемной комиссии Иргупс Мария Николаевна Брюханова. Добрый вечер, Мария Николаевна. Добрый вечер. Юрий Анатольевич, хочу вам задать первый вопрос. Перед вчерашними школьниками встает один, как я уже сказала, один из самых, наверное, главных вопросов выборов в жизни. Вот как определиться, в какой ВУЗ поступить, какую профессию выбрать? Самое главное – не предавать себя. То есть наверняка у каждого обучающегося, абитуриента, школьника есть любимое увеличение или сфера деятельности. И если выбор специальности основывается именно на этом, то в любом случае не ошибетесь. То есть когда внутренняя мотивация человека совпадает с его предрасположенностями, внешними факторами, которые помогают развиваться личности, получается самый лучший результат. И многие ВУЗы, на самом деле, в том числе наш, помогают абитуриентам в самоопределении, в профессиональной навигации. Мы отдельно обязательно остановимся на этом вопросе. У Иргупс есть узнаваемый хэштег, называется он «ВУЗ, которым я горжусь». Вот чем гордится Иргупс? Вот в чем отличие? С чем отличие образования, которое вы даете? В первую очередь мы гордимся достижениями своих выпускников, пулом своих работодателей, которые входят в рейтинг Форбс и занимают там очень солидные места. Своей материально-технической базой и своим персоналом, всем профессорским предавательским составом и их достижениями в том числе. Теми направлениями, которыми они занимаются, внося значимый вклад в развитие экономики страны и транспортной отрасли в целом. Спасибо. Артем Сергеевич. Ну, качество образования, конечно, ключевой вопрос при выборе ВУЗа. И мы были у вас в гостях не так давно, смотрели действительно и на вашу материально-техническую базу, которая действительно впечатляет. Но студенческая жизнь все равно это один из самых, наверное, насыщенных, интересных периодов жизни. Вот расскажите об этой стороне жизни ВУЗа, как студенты проводят время свободное от учебы. Ну вот, добрый вечер и телезрители. Юля, спасибо за вопрос. И я хочу здесь поддержать Юрия Анатольевича, во-первых, по первым двум вопросам, по поводу не передавать себя и по поводу хэштегов. То есть, если что касается меня самого, я также, как Юрий Анатольевич, окончил этот же университет. И изначально, наверное, я пошел на специальность не по своему призванию, а по тому призванию именно потому, что я учился в техническом классе железнодорожной школы. Я хорошо знал физику, математику, но тем не менее работаю сейчас, как раз-таки не передавая себя потом в направлении деятельности, которое очень люблю и готов вкладывать в тех людей, которые работают в университете и, соответственно, в студентов университета. И вот как раз-таки, чтобы жизнь была комфортной, интересной и действительно била таким ключом событий для каждого студента, у нас появился еще один хэштег «Там, где хорошо», потому что каждая, вообще вся команда университета делает все для того, чтобы каждому обучающемуся, каждому сотруднику или преподавателю университета было действительно хорошо в том месте, где они находятся. И сейчас для студентов действительно очень много возможностей есть. И вот мы всегда говорим о том, что сейчас, и это подтверждается делами, что Россия действительно страна возможностей, и мы делаем все то нашей командой университета под руководством нашего ректора, чтобы эти возможности доходили до каждого студента. Это и различные волонтерские акции, это и творческие коллективы, это и спортивные секции, это и для нас это такая изюминка. Мы открыли в нашем университете в позапрошлом году ресурсный центр по развитию, ресурсный центр в сфере ЧАЭС добровольцев именно по Иркутской области у нас. Корпус спасателей. Да, и это такая, курирует Всероссийский студенческий корпус спасателей, наше Иркутское региональное отделение во главе с Яковом Мендрулевым. Но вот именно с этим у нас как раз-таки студенческий отряд спасателей «Титан» открылся. Также это и военно-спортивный клуб «Витязь». Он входит сейчас в такую когорту, есть в России направление клубов патриотических «Я горжусь», и мы стали одной из ячеек этого направления. Буквально вчера мы по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина открыли ячейку российского движения детей и молодежи, движения первых. И для нас это тоже достижение большое. Ребята сами вышли с инициативой, что наконец-то пора это сделать, и мы это сделали перед большим мероприятием, таким студенческим выпускным для всех курсов УЗА, мы это открыли. И хорошо работает и совет обучающихся, и первичная профсоюзная организация студентов. Это наша опора, потому что ребята готовы браться за любую задачу, какая только есть по развитию студенческого самоуправления. И это и буквально недавно выигранные гранты, 5 грантов ребята выиграли на общую сумму порядка 2,5 миллионов рублей на проекты, которые будут развивать университет. То есть получается, что в таких проектах федерального, не только регионального, но и федерального уровня принимают участие студентов. Еще можно добавить, что мы активно содействуем работе студентов во время обучения. То есть возможности зарабатывать и развивать свои профессиональные навыки. Да, ну как раз таки по решению ученого совета, если я думаю, что это тоже можно озвучить, мы внесли в структуру университета центр карьеры, который как раз таки будет развивать карьерные траектории студентов и выпускников. Сейчас мы уже официально тоже объявили о наборе о вакансиях как специалистов центра карьеры. Поэтому кто, кстати, желает, молодые сотрудники. Можно прийти, да, и выпускники вузов в том числе. Ну и разрешите еще отметить, чем можно еще пользоваться студентами. Это инфраструктура, конечно же, особенно в летнее время. Буквально через дорогу от университета Роща-Звездочка. Ну вот про спортивную инфраструктуру мы поговорим обязательно, потому что, конечно, у вас даже есть не только Роща-Звездочка, но и целый бассейн из Умрус. Мария Николаевна, расскажите, пожалуйста, вот вообще существует такой стереотип, что университет путей сообщения, Иргупс, это такой технический университет, закрытый железнодорожный университет. Вот только ли технических специалистов готовят у вас? Расскажите, какие специальности открыты? Смею опровергнуть общепринятое мнение, это действительно стереотип. Мы на сегодняшний день действительно не только железнодорожный вуз. У нас очень большой блок инженерно-технических программ. Это такие программы бакалавриата, как технология машиностроения, мехатроника и робототехника, приборостроение. Мы не откажем в приеме и охотно откроем свои двери для ребят, которые хотят связать свою жизнь с информационными направлениями подготовки. Это программная инженерия, это информационная безопасность. Очень востребованы выпускники подобных программ на рынке труда. Кроме того, экономико-управленческий блок, он также может похвастаться набором программ специалитета, экономическая безопасность, таможенное дело. Программа бакалавриата, это экономика управления персоналом, менеджмент и новая программа, которая стартует в этом году, открывает свои двери факультета экономики управления на программу государственное и муниципальное управление. Расскажите о целевом наборе, кто может претендовать на целевое место? На самом деле целевой прием возможен абсолютно в каждом конкурсе. Главное условие, чтобы были выделены бюджетные места. По федеральному порядку приема вузы обязаны выделить определенное количество мест в рамках целевого приема. И здесь тоже общепринятое заблуждение, что целевой договор и университет путей сообщений — это единственный заказчик российской железной дороги. Конечно же, мы очень любим своего самого надежного партнера, но на самом деле здесь никаких ограничений нет. То есть заказчиком может выступить любое предприятие, главное, чтобы в вставном капитале была доля государственного участия. Понятно. До нас зазвонилась Анна Петровна. Добрый вечер. Мы слушаем ваш вопрос. Пожалуйста. Я, знаете, у меня внук заканчивает девятый класс. Вот есть ли на базе вашего университета колледж для выпускников девятых классов? Спасибо. Хорошо. Спасибо. Вот какой есть ответ на это вопрос. Да, конечно, Сибирский колледж транспорта и строительства, это технический колледж и медицинский колледж железнодорожного транспорта у нас тоже присутствует. Идем прием на базе девяти и одиннадцати классов. Вообще, вот что касается подготовки, вот сейчас наша телезрительница задала вопрос по поводу выпускника из девятого класса, который сначала хочет поступить в колледж, затем университета. Да, вот есть ли какая-то подготовка, возможно, для абитуриентов перед поступлением? Ну, потому что все-таки конкурс, я думаю, что у вас такой непростой. В структуре университетского комплекса у нас существует малая транспортная академия, которая оказывает поддержку абсолютно каждому заинтересованному абитуриенту, который заранее зондирует вопрос, желает поступить в наш университет. Качество подготовки действительно очень-очень достойное, и поэтому нужно... Мы говорим про дополнительные общеразвивающие образовательные программы, части подготовки, сдачи ЕГЭ, подготовительные курсы, как их раньше называли. Ну и параллельно с этим, конечно же, профессиональная ориентация, это профессиональные пробы и обучение по рабочим профессиям, в том числе для школьников, чтобы они по достижению определенного возраста, уже имея профессию, могли идти на производство, если это необходимо. Ну вот это, кстати, очень интересный момент, каким образом, в том числе, выбрать вуз и специальность, вот как выглядит вот эта профориентационная работа в вузе? Ну сама по себе профессиональная проба, как задание, состоит из простых заданий, которые ребенок, школьник может выполнить. Ему объясняется, что он должен сделать, в какой последовательности, и выполняя те или иные рабочие функции или их элементы, школьник понимает, нравится ему это или нет. Ну мы всегда во всех, как бы, учебных заведениях и так далее, профессиональная проба выстроена настолько просто и наглядно, ярко, чтобы втянуть школьника в профессиональную сферу. Это выпускник, это 11 классики в основном приходят? Десятый, 11 класс, вообще профессиональные пробы начинают проходить с шестого класса, с шестой, седьмой, и чем раньше ребенок начинает себя пробовать в тех или иных сферах, тем качественнее получается выбор и более успешный будущий профессиональный трек. Спасибо. А какие направления подготовки оказываются вот такими самыми востребованными? Возможно, неожиданно востребованными. Про неожиданно не знаю, но по стране есть тенденции действительно в области информационной безопасности, информационных систем, цифровой инженерии как таковой, что на сегодняшний день является очень редко представленным на рынке образовательных услуг. Наш университет в том числе сегодня делает ставку на цифровую инженерию и пересмотр своих образовательных программ с точки зрения очень качественной базовой подготовки инженерной и добавления в виде надстройки образовательной, в виде цифровых компетенций. Спасибо. Артем Сергеевич, расскажите об информационных ресурсах ВУЗа. Здесь тоже достаточно широкий такой спектр, потому что кроме того, что, как и обозначили, что у нас есть информационщики, которые нам помогают тоже работать, ребята уже на этапе студенческом, конечно же, у нас есть профессионалы, которые, ребят непрофессионалов, тоже ведут в этот мир медийной активности, журналистики в том числе. И даже такие ребята, которые обучаются на подвижном составе железной дороги, могут стать журналистом уже студенческой скамьи. У нас есть пресс-служба университета, ну, наверное, как и в каждом университете, но мы тоже отличаемся. И у нас очень хорошие новостные выпуски под названием «Иргупс Лайф», и каждый может также зайти посмотреть, каждую неделю выпускается. И благодаря, опять же, нашим студентам, которые ведут эти выпуски и сами берут интервью, то есть, как и такая взрослая пресс-служба, да, профессиональная, и студенческий медиа-центр. То есть, такое студенческое телевидение практически. Конечно, да, и мы пользуемся также, ну, то есть, всеми каналами, которые могут быть информационными, это и социальные сети, и ВКонтакте. Включая ведение подкастов. То есть, мы стали, да, с прошлого года так активно использовать, и это стало пользоваться популярностью, потому что, ну, я тоже об этом скажу, потому что, послушав подкаст ректора, наши студенты, причем, писали комментарии, давайте что-нибудь еще интересное. И вот мы стали руководители центра, психологов также записывать. В профессиональную сферу, если вернуть разговор, то у наших студентов есть возможность открыть свои стартапы, потому что наш университет второй год подряд является площадкой акселерационной. И вот на прошедшем, да, закончившем на прошлой неделе, питерском экономическом форуме, один из проектов университета был защищен на площадке этого форума. Стартап как диплом. И если еще разговаривать, да, про такие вещи, то мы один из немногих, давайте так скажем, без купюр, вузов Иркутска, Иркутской области и вообще всей страны, которые получили грант в размере 3 миллионов рублей на развитие студенческого научного общества. Всего два вуза в Иркутске. В Иркутске, 47 по стране. 47 по стране, да. Из 700 мы вошли в эту когорту вузов, которые занимаются развитием, всесторонним развитием студентов. Ну, то есть полные возможности для студентов, в том числе для того, чтобы они занимались научной деятельностью. Это очень интересно. Тут не только научный, тут вопрос, то, о чем Артем Сергеевич сказал, что все там, в том числе железнодорожники, да, кто выбрал железнодорожную направленность, обучаясь у нас. Могут открыть свое собственное дело, мы оказываем содействие в этом. И вот можно добавить еще, то есть те же вот стартап-дипломы. Чтобы выступить на Петербургском международном экономическом форуме, мы знаем все, что билет для каждого участника там стоил миллион двести. От одного физического лица. И, соответственно, наш студент был приглашен совершенно бесплатно. И всего лишь четыре вуза могли презентовать свой стартап, как диплом. И вот мы один из четырех вузов страны. Ну, и эта вся информация транслируется также у нас, конечно же, и телеграм-канал свой есть у нас университета. И каждый факультет и студенческое объединение имеют группу также во ВКонтакте. То есть мы всю эту информацию транслируем в социальные сети. Каждый может открыть. У нас есть свой личный кабинет, обучающийся для более официальной коммуникации. Вот что касается трудоустройства. Ну, потому что все-таки качественная учеба, интересная, насыщенная жизнь студенческая. Все это очень важно. Но вот все-таки очень часто молодые люди, выпускники, они встают перед такой проблемой. Специалист молодой, он закончил только вуз, он вышел, опыт работы нет. Встает большая проблема, куда же устроиться на работу. Вот с этим как? С этим довольно-таки хорошо. Себя хвалить, конечно, может не всегда хорошо. Но процент трудоустройства у нас традиционно высокий. Порядка 90% выпускников, которые трудоустраиваются в течение минимум, то есть максимум в течение года после выпуска. Но мы как-то в разговоре затронули о том, что помимо учебной деятельности, вуз активно помогает студентам развиваться и в стартапы, в науке и так далее. А это позволяет как раз-таки, может быть, устроиться где-то не по специальности. Кто-то открывает свой бизнес. Почему бы и нет? Субъекты малого бизнеса, предпринимательства нужны стране. Кто-то занимается, в том числе, как Артем Сергеевич сказал, ведет свой медийный ресурс. И это тоже приветствуется. Поэтому здесь для нас, как для вуза, главное, что человек нашел себя и успешен в жизни. Устроился он по специальности или нет? Нет, мы считаем это как социальной такой подушкой безопасности, что в любом случае... Когда есть хорошее образование. Когда есть хорошее. Вот понимаете, многие вузы там или где-то слышали, так скажем мы, что сила в знаниях. Мы считаем, что сила не в знаниях, а в практическом применении этих знаний на производстве или на благо страны. Вот мы в своих образовательных активностях... На шаг вперед уже. Да, говорим о том, что и везде стараемся, и ценность в этом несем, в том, что мы даем человеку не просто знания... Не только теорию. Не только теорию, а именно умение работать головой, руками и творческие критические мысли. И знать профессию, которую изучают. Спасибо. До нас звонился Владимир Иванович. Добрый вечер. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Пожалуйста, скажите мне, а программа отличается сегодня и в советское время? Да. Программа учебная. Учебная, образовательная программа сейчас называется. Да, отличаются. Мы говорили о том, что сейчас очень много даже у технических специальностей сделано акцента на инженерные навыки. Это понятно, информационные навыки, потому что вообще цифровизация всей страны и отрасли в том числе идет семимильными шагами. Есть такие задачи, как проектное обучение, работа в команде. Мы переходим сейчас на обучение наших студентов в рамках проекта инженерной команды, когда студенты многих специальностей разрабатывают проект. То есть экономисты, экологи, управление персоналом вместе с железнодорожниками и информационщиками занимаются именно созданием единого проекта. Им позволяют это по выпуску. В советских вузах этого не было практически. По выпуску они знают своих друзей, хотя вроде разные специальности. И приходя на предприятие, они начинают более интенсивно между собой коммуницировать, эффективно работать и понимать, как результат моей работы скажется на результате моего коллеги и всей компании в целом. Можно к этому же вопросу добавить, что второй год подряд мы выигрываем грант на развитие нового технологического предпринимательства в размере 7 миллионов рублей. Как раз таки там тоже у нас программы, команды, точнее проекты ребята создают. И вот то, что Юрий Анатольевич обозначил, что совершенно ребята разных направлений создают какие-либо проекты. И они действительно вот после даже нашего мозгового штурма недавнего по образовательным программам со всеми коллегами с разных направлений, тоже структурного подразделения университета, поняли, что ребята могут посмотреть на специалистов разного профиля уже по другим углом и понимать все-таки как... Кто-то инженерно хорошо головой работает, но не умеет продавать. Кто-то умеет продавать, ну и наоборот. И когда все сходятся за единицу... Это называется команда? Команда, да. Спасибо. До нас дозвонилась телезрительница. Добрый вечер, мы слушаем ваш вопрос. Пожалуйста. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а вы предоставляете общежитие для иногородних? Да, в обязательном порядке. Пожалуйста, да. И общежития предоставляются в приоритетном праве всему первому курсу. У нас множество общежитий очень хорошего качества. И на сегодня, даже на сегодня, порядка 200 мест было под конец года свободно. 100% заселение. Спасибо. Мария Николаевна, хочу вам задать вопрос, какие сроки необходимо подать, что входит в пакет документов. Вот, пожалуйста, расскажите. Можно ли подать через госуслуги? Потому что вот сейчас, мне кажется, это очень так стало актуально и популярно этот метод. Основные сроки приемной кампании выглядят следующим образом. 20 июня открылся прием документов. Для поступающих на базе диплома о среднем профессиональном образовании прием документов, а я говорю сейчас именно о бюджетном наборе, завершается 20 июля. Для поступающих по результатам ЕГЭ 25 июля. Зачисление у нас происходит в несколько этапов. И первый из них – приоритетный этап, в рамках которого зачисляются ребята, поступающие, не только ребята, к нам поступают взрослые люди, поступающие в рамках той или иной квоты. То есть это льготные категории, нововведение прошлого года, специальная в этом году, она называется немножко по-другому, отдельная квота и, конечно же, целевой прием. Зачисляются в первую очередь. Мы говорили про проекты студентов. Я приглашаю всех наших зрителей, всех абитуриентов посетить новую нашу страницу раздела абитуриента и посмотреть результат работы наших студентов. Делали студенты. И там подробно в виде инфографики, в виде наглядности все представлено. И сроки, и варианты подачи. А если говорить про приемную комиссию, вчера в 9 утра открыли двери приемной комиссии, как многие вузы, и первый абитуриент пришел с оригиналом. С родителями, он сказал, все, я вот именно к вам. Часть заявок приняли анкет через госуслуги, как вы сказали, часть через свой личный кабинет абитуриента, и часть действительно в оффлайне, когда люди приходят к нам лично. Ну, расскажите, пожалуйста, вот про спортивную теперь жизнь, потому что у вас вот с этим направлением тоже очень все прекрасно. Пожалуйста. Артем Сергеевич, про спортивную. Я могу сказать, чтобы попросить, наверное, дополнительно, чтобы рассказал про спартакиаду вуза нашего. А, хорошо. Ну, если вот исторически начать, кроме хэштега вуз, которым я горжусь, мы вуз рождены БАМом, да, и прежде чем стать вузом, мы были техникумом, да, и иногда нас называли спортивный техникум, железнодорожным уклоном, потому что у нас были ребята-железнодорожники, все спортивные, девчонки спортивные, и много участвовало, были мастерами спорта, тогда еще и Советского Союза, да, кандидатами мастера спорта, но некоторые из них даже участвовали в Олимпийских играх. Вот, поэтому и сейчас ребята прославляют нас. У нас 18 сборных по разным, соответственно, и по 18 видам 21 сборная. То есть здесь женские, мужские в том числе сборные. И сборная по баскетболу у нас таких две сформировалась. Одна такая студенческая сборная, которая защищает честь университета на уровне города, области, и немного посильнее сборная на базе нашего вуза, благодаря поддержке также Восточно-Сибирской железнодороги, Российской железнодороги. Сильнее или профессионально? Ну, профессионально можно уже так говорить, потому что почти все ребята являются кандидатами мастера спорта, члены этой сборной. Это команда по баскетболу. Ребята принимают участие в студенческой лиге РЖД, ассоциации студенческого баскетбола России. И поэтому и сейчас они уже с 26-й строчки поднялись на 13-ю. В общем, рейтинги страны. Представляете, что значит быть 13-й сборной студенческой среди всех сборных студенческих страны. Поэтому это тоже дорогого стоит. Можно уточнить, так сборные есть еще и физкультурных, профессиональных образовательных организаций. Мы 13-ю строчку занимаем как технический вуз в общем рейтинге. Конечно, все это благодаря нашим тренерам. Ну и про Спартакеа тут добавлю. Мы вуз большой. Мы университетский комплекс. И у нас есть филиал и в Чите, и в Красноярске, и в Улан-Удэ. Можно, конечно, и сказать еще о том, что у нас единственный вуз, который имеется за границей, филиал в Улан-Баторе, Монголии. Но мы Спартакеаду проводим среди наших российских городов. Приглашаем к себе ребят, и лучших из них направляем на общую Спартакеаду транспортных вузов России. И вот среди всех тоже транспортных вузов есть, конечно, места призовые. Там первое, второе, третье. Но вот общекомандное у нас шестое место. И это тоже высокая строчка рейтинга, поэтому... Из 19 транспортных вузов мы шестое общекомандное. Ну да, это результат. Вот Юрий Анатольевич, знаете, слышала, что есть такое выражение. Учитель не тот, кто нас учит, а тот, у кого учимся мы. Вот расскажите про преподавательский состав вуза. Ну, в целом, если говорить цифрами, то 439 ставок профессорского преподавательского состава, 265 из них заняты кандидатами наук и 47 докторами наук. Очень много именитых ученых, которые знают за пределами Иркутской области, которые в рамках своих научных направлений сотрудничают сегодня и с Санкт-Петербургским политехом, и с Томскими университетами, с Томским большим университетом проекта как таковым, и с Новокузнецким, там, где есть металлурги, которые занимаются рельсовыми сталями в том числе, и с Дальним Востоком. Поэтому, когда мы говорим, что гордимся своими выпускниками и сотрудниками, этому есть определенные основания. Как выстроены отношения между студентами, деканатом, преподавателем, ректором? Ну, для студентов, как я, как ректор, так и вся управленческая команда, которую обозначили, всегда открыты. В различных форматах общения. Это и личное общение, никто, как говорится, от них не отмахивается, от наших ребят. И коммуникации посредством подкастов, то есть современных. И в некоторых случаях запускали, знаете, как один из примеров, сообщить, то есть такой функционал, как сообщить о нарушении моих прав. Сначала был определенный скепсис среди наших проректоров в том числе, а в итоге получили такой хороший инструмент, когда это не анонимно, есть предмет, с чем работать. И наши студенты даже удивляются, когда я, как ректор, знаю, может быть, какие-то их мелкие проблемы, к которым они обратились. И когда начинают озвучивать, говорят, наверное, вот этот вопрос, мы уже им занимаемся и решим, вот к такому-то сроку приятно. Приятно и ребятам о том, что они активно участвуют в развитии вуза, и что их слышат. Спасибо. Ну вот у нас осталось всего буквально полторы минуты. Расскажите кратко про материально-техническую базу. Вот вы говорили о том, что у студентов есть возможность, что называется, работать руками, не только слушать теорию. Вот расскажите, пожалуйста, про это направление. Ну и в целом об этом можно, наверное, рассказывать часами и показывать тем более. Знаете что, я скажу так, если полтора минуты осталось, приходите к нам в гости в рамках даже сейчас приемной кампании. Мы для вас персонально организуем экскурсии, и вы все увидите своими глазами. Это будет лучше тысячи слов. Вообще, вот еще такой вопрос хочу задать. Студенты отличаются сегодня от тех студентов, может быть, когда мы сами были студентами? Вот на ваш взгляд? Я скажу, что да. На мой взгляд, и Артем Сергеевич подтвердит, это люди с очень активной жизненной позицией, неравнодушные люди. Вы знаете, вернулись, наверное, к тем временам, это хорошим временам, когда, вот говорим про волонтеров, которые готовы прийти на помощь. Нам могут прийти, ребята. Это те, кто не будет молчать о том, что где-то что-то неправильно. Это те, кто скажут... Неравнодушные они сказали. Нам неинтересно, как в прошлом году выглядела страница обертания. Давайте мы ее сделаем по-другому. И мы идем им навстречу, и получаем очень хороший результат. Спасибо. Вы знаете, вот мне подсказывает режиссер, что победил у нас в нашем опросе второй вариант. Мы задавали в начале программы вопрос, что является для наших телезрителей определяющим в выборе университета. Это высокий процент трудоустройства после окончания университета. Очень приятно. Да, это очень приятно. Кстати, а какой процент? В процентном соотношении измеряете? Более 90%. Более 90%. Ну давайте, если кто-то идет в армию, кто-то занимается семьей, и вот эти 10%, кто-то продолжает обучение на других программах магистратуры и так далее. Поэтому около 90% — это очень хороший результат. Конечно, да. Спасибо вам большое за это интервью. Очень интересно мне было сегодня, в этот вечер, его вести. Спасибо, взаимно. Спасибо. Я напомню, что вы смотрели программу «Время вопросов». С вами была Юлия Кожевникова. До свидания. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова